Магнитогорский на базе Правобережного центра дополнительного образования детей прошел третий городской технический форум «Время вперед». Организаторы расширили возрастные рамки для участников, предоставив возможность всем образовательным учреждениям, включая детские сады, продемонстрировать, на что способны их юные воспитанники. Подробнее о техническом форуме расскажет Юлия Никифорова. Городской форум «Время вперед» – это масштабный смотр-конкурс достижений в развитии детского технического творчества, в котором принимают участие все желающие образовательные учреждения. Он проходит одновременно на нескольких площадках, включая интерактивные выставки, мастер-классы как для детей, так и для педагогов, большое количество конкурсов и соревнований по робототехнике, моделированию, IT-технологиям. Мы проводим такой форум ежегодно для того, чтобы посмотреть, что нового появилось за это время, то есть посмотреть, чему дети научились. Проект «Техносити» имеет четыре стороны своего развития – это робототехника, IT-технологии, естественно, научное направление и конструирование и моделирование. В рамках технического форума был организован конкурс проектов «Город моей мечты», участники которого не только представили макеты своих объектов, но и должны были защитить идею перед очень серьезным жюри, в которое входил даже главный архитектор города. Это комплекс зажилой, он называется «Оазис». Он содержит в себе подземную парковку «Зимний сад». С помощью подземной парковки «Зимнего сада» я решу две проблемы в нашем городе. Это то, что у нас забиты квартальные дороги, транспортом, а также промышленный то, что город, нехватки зеленых зон, воздух загрязненный. Вот таким образом я решу проблему с воздухом. Технический форум дарит возможность юным талантам, робототехникам, конструкторам, программистам, электрикам, моделистам продемонстрировать, на что они способны, чего добились и увидеть и оценить достижения коллег по увлечениям. Это кордовая модель, копия самолета «Зип и спорт». Она летает. Когда вода дойдет до конца трухи, то тогда мы можем увидеть, что надувается пузырь. Затем пузырь лопается и начинается стадия фонтанирования. В рамках форума прошли соревнования комнатных авиамоделей и радиоуправляемых автомоделей на Кубке «Время вперед». Еще одна задача форума – выявить лучших из лучших, самых технически одаренных детей, которые будут представлять магнитку на конкурсах разных уровней. Юлия Никифорова, Василий Бабердин, телекомпания ТВН.